Новости приемной комиссии Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Сегодня мы зададим несколько вопросов Светлане Владимировне Брюховецкой. Что за вступительные испытания сейчас проводятся в Финн-Университете? С 11 июля стартовали вступительные испытания. Выпускники колледжей, которые не сдавали итоговую аттестацию в форме ЕГЭ. Это иностранные граждане, которые также не сдавали итоговую аттестацию. Это выпускники 2017 года, которые имеют постоянную регистрацию в Крыму. И это дети-инвалиды. Вступительные испытания проводятся с 11 июля по 22 июля. И все вступительные испытания в Финн-Университете проводятся в форме тестирования. Для выпускников, которые сдавали ЕГЭ в этом году, мы принимаем результаты ЕГЭ. Когда будут известны результаты вступительных испытаний? Результаты вступительных испытаний поступающие видят уже на экране, когда они завершают тестирование. Они видят процент успешно выполненных заданий, исходя из 100%. Соответственно, этот же процент равен баллу вступительного испытания. То есть, например, математику они сдают на 52%, это значит, что они ее сдали на 52 балла. Также часто задаваемый вопрос, какой минимальный балл при сдаче вступительных испытаний. Тот же самый, он опубликован на сайте. После прохождения вступительных испытаний, когда абитуриент может приходить для заключения договора? Абитуриент для заключения договора может приходить на следующий день, потому что результаты вступительных испытаний публикуются на сайте в 5 часов вечера. Соответственно, утром следующего дня мы можем заключать договоры. Только в том случае, если каждое вступительное испытание сдано не меньше, чем на минимальный балл. Я слышал, что для студентов, поступающих на платной основе, снижен проходной балл. Прокомментируйте, пожалуйста. Могу в целом сказать, что для международных факультетов это 275 баллов, финансовый факультет это 175 баллов и для некоторых факультетов 160. На настоящий момент это минимальный балл, с которым вы можете прийти и заключить договор. Это общий балл по трем вступительным испытаниям.